Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня человек любит быструю ходьбу. Хорошо ли это или плохо? Вы знаете, это хорошо. Но человек должен всегда содержать тот ритм, которым он живет. Вы поймете сейчас, о чем речь. Но если человек не может всю свою жизнь содержать тот ритм, которым он живет, то он может этим ритмом навредить. Чему? Сердцу. Ну, точнее, миокарду. Миокард может истощаться. Трюмчики. Также могут истощаться, извините, и коронарные сосуды. Что такое коронарные сосуды? Что такое миокард? Пожалуйста, анатомические сайты вам в помощь. Все это относится к сердцу. Потому сердцу нужно задавать ритм тот, который задает нам жизнь, а не мы строим этот ритм. Почему? Потому что ритм нужно всегда поддерживать. А сердце является хозяином всех внутренних органов. Вот представьте, вы задали ритм в 30 лет, допустим, ходить вот так вот. А уже в 40 вы не пойдете, в 50, в 60. А почему? Потому что возраст берет свое мышечный каркас, берет свое поджелудочное, берет свое. Потому что человек должен стараться всегда налаживать тот ритм, который будет сопровождать на протяжении всего жизненного пути. То есть, как есть хорошая очень поговорка, спешите медленно. Понятно, да? Потому ходить это очень хорошо. Между прочим, ходьба показана по всем, скажем так, критериям лучше даже, чем бег. Но человек должен задавать себе ритм тот, к которому он может прибегнуть всегда. Вот и все. Поэтому, когда мы задаем тонус, помните этот тонус, сразу же, что отражается на сердце. Сразу же отражается на миокарде, сразу отражается на всех внутренних органах и на всей сосудистой системе. Поэтому нужно поддерживать данный ритм, а не злоупотреблять им. И данная точка В15 Синьшу вам в помощь. Тот человек, который любит ходить, прямо получает от этого, скажем так, кайф, удовольствие, но хочет поменять свой образ жизни, а не может. Данная точка вам в помощь, данная точка В15 Синьшу следует расслаблять. Спасибо за внимание.